Всем привет! Мы сегодня с вами рисуем яркий осенний дизайн. Нарисуем вот такую рыжую девушку осень. Дизайн на первый взгляд кажется сложным, но я постараюсь объяснить так, чтобы было все просто и понятно. Фото дизайна есть уже в нашей группе Телеграм. Ссылка на группу будет в комментариях под этим видео. В дизайне мы рисуем портрет девушки, но не полностью. Половина лица, ее скрыта волосами, и так будет рисовать нам намного проще. Вторую половину симметрично нам рисовать не придется. Здесь немного лицо приподнято, видим шею. Второй типс у нас полностью занимают волосы, и на волосах вот такие всякие разные листики. Рисовать мы будем на белом фоне. Сначала начинаем с построения лица девушки. Рисуем вот эту центральную линию. Отмечаем длину лица, подбородочек здесь будет. Делим эту линию на три части. Чтобы лицо было симметричным и ровным. Я рисую коричневым гель-лаком, смешанным стопом. Закрываем подбородочек. Приподнимаем голову. Видна шея. Девушка у нас полубоком, и прикрыта одна часть лица волосами. Рисуем волосы. На этой линии у нас будет бровь. Потом поправим. На этой линии носик. Глаз будет под этой линией. Отступаем немного от центральной, и рисуем вот такую миндалевидную форму. Прикрываем. Чуть выше середины этой части будет рот. Пока только наметим. Так как девушка у нас полубоком, эта часть рта видна будет меньше, чем вот эта часть. У носа будет видна хорошо вот эта ноздря. А вот здесь будет намного меньше. Уберем линии построения. Кисть смочили в спирте. И постоянно промываем. Можем наметить и вторую часть волос. Немножко видна. И немного виден кончик носа. Девушка у нас построена, просушена. И теперь мы начинаем добавлять всяких разных осенних листиков и веточек. Можно добавить и ягод немаленьких. Здесь не будет у листьев какого-то определенного порядка. Рисуем в разнобой. Можно подрисовать и кленовый листик. И букет также на второй половине композиции. Нарисуем листик дуба. Хотите, рисуйте желуди. Эскиз готов. И теперь начинаем как разукрашивать цветами, которые нам нужны. Приготовили такой бежевый цвет для лица. Если готового нет, то он готовится очень легко. Белый, розовый, желтый и черный. Глаз не закрашиваем. Закрашиваем все остальное. И шею тоже закрашиваем тем же цветом. Листья обходим. Рыжим или оранжевым цветом закрашиваем волосы. Здесь я взяла тоненькую кисть. Обходим листья. И на второй типсе, там где листья, мы также оранжевым цветом закрасим фон. Фон просушили. Закрашиваем ягодки и листики. Ягоды можно синим закрасить, можно красным. Какие у вас? Черника, рябина. Ягодки я просушила и теперь листья. Рисую цветами, немного разбавленными стопом. Где-то зеленые. Сразу добавляю и желтые пятнышки. Здесь тоже у меня будет лист зеленый-желтый. Кленовый лист оранжевый, такой красненький. Здесь у листьев будет красная серединка. Переходит в оранжевый и заканчивается желтым. Сначала мы с вами дорисуем листья и ягоды, а потом уже будем рисовать лицо. Темно-зеленым гель-лаком, там где у нас листики, мы рисуем полутени. Цвет у нас идет справа-сверху. Зеленый гель-лак разбавлен стопом. Аккуратно растушевываем. Листочки дуба у нас желтые, поэтому тень, полутень мы можем показать темно-зеленым. В красный мы добавили немного черного, добавили топа обязательно. Листики у нас прикрывают ягодки, значит тень там. Ягодка объемная, по кругу будет тень. Одна ягода прикрывает вторую, будет тень обязательно. Здесь листик прикрывает ягоду. По кругу тень. И растушуем. Тем же цветом, что рисовали, полутень на красных ягодках, будет полутень на красных листиках. Под шеей будет хороший тень. Кленовый листик у нас также за вот этим вот красивым листиком. Значит там тень. И чистым топом вверх аккуратно растушуем. Здесь смотрим какой листик выше, какой ниже. И немного затеняем серединку. Хоть это и не цветок, но так они расположились. И немного вытянем. Можно сделать и прожилки этим листиком. Теперь нам надо показать тени. Они будут на тех же местах, что и полутени. Также цвет у нас разбавлен стопом. Но они не такие широкие, как полутень. Те же самое на другой стороне. Под листиками. Под ягодками. Делаем тень на ягодках и на красных листиках. Сразу сделаем тени на кленовом листике. На втором кленовом листике. Буквально чуть-чуть. Тут уже хорошая такая тень. Прожилки можем показать. И на ягодках. Все растушуем и просушим. Все эти листики отбрасывают тень на волосы. Волосы имеют тоже структуру. Поэтому взяли коричнево-оранжевый цвет. Разбавили стопом. И рисуем тени на волосах. Берем чистый топ. И аккуратно растушевываем. Тени на волосах у нас есть. Блики мы поставим потом везде. Рисуем губки алым цветом. Черным цветом. Тонкой кистью. Введем в глазик девушки. Она у нас накрашенная. Изумрудным цветом нарисуем зрачок. Можно карим. Но не полностью. А вот часть зрачка у нас за веком. Под веком. Темно-коричневым можно бровь нарисовать. Дальше мы сделали цвет. Такой коричнево-оранжевый. Разбавили хорошо стопом. И затемняем ту сторону, которая у нас под волосами. И куда не попадает у нас свет. Под листиком. Низ подбородка. Шея в тени. Растушуем. Тень у нас всегда вот в этом месте у глазика. И там, где складочка, где века, там тоже всегда тень. Сделаем. Реснички отбрасывают тень. И здесь будет такая тень. Пока не потеряли носик, надо его ввести. Здесь вот эта вот полосочка темная. Ноздри. Ноздри. Ноздри побольше. Вторая там еле видна. Здесь растушуем немного вверх. И эту полоску тоже растушуем. Здесь будет темнее. Губки у девушки достаточно пухлые. Мы вот здесь вот сделаем тень. И можно сразу сделать темнейшее. Теперь делаем все то же самое, но поярче и поуже. Это у нас будут тени. Провели полосочку. Растушевали. Вот эта сторона носика у нас в тени. Можно сделать поярче. Подзатемним ноздри. Чтобы не рисовать второй глаз, мы здесь добавим волос. Здесь мы тоже немного подзатемним. Побольше. Шумим. И поярче сделаем вот это место у носика. Сверху от века на глазик падает тень. Мы обязательно здесь рисуем тень. Разделим губки. И затемним немножко одну сторону. Так что от солнышка дальше. Теперь на глазу затемняем радужку. Обводим глазик. Ставим черную точку. Зрачок. Губки также еще больше затемняем. И рыжим цветом вот этим вытягиваем несколько прядей на лицо. Можно и с одной, и с другой стороны. Наш сложный дизайн подходит к завершению. Теперь мы расставляем блики. На щечку попадает свет на кончик носа. Растушуем. Цвет попадет над бровкой. Здесь будет. Конечно же губы. Небольшой блик можно поставить на глаз. Оформим немножко волосы. Белый цвет разбавлен стопом. Кое-где на ягодки попадает свет. Придадим девушке немного румянца. Растушуем его. А по белым местам листьев мы пройдемся желтым неоновым цветом. Так осень будет еще ярче. Теперь волосам мы вытянем белые прядки. Но не совсем белые. Я гель-краску белую смешала с желтым гель-лаком. Теперь обязательно подчеркнем глазик. Подчеркнули глазик, реснички, если хотите, нарисовали. И теперь тоненько черной гель-краской рисуем эту ветку. Делаем четкие контуры листика. Хоть дизайн у нас и не быстрый, но он не сложный. И пока мы не попробовали, мы не можем говорить, что мы так не сможем. Поэтому сначала пробуем, спрашиваем, что непонятно. И чем чаще, чем больше мы рисуем, у нас линии будут уже более уверенные, конкретные. Обведем лицо. Мы с вами заканчиваем. Перекрываем топом. И обязательно по топу мы должны поставить блик на глаз, на рот, на ягодки. Я еще прорисовала немного белой гель-краской листья. И вот такие разные девушки у нас получились. У вас тоже получится совершенно другая. Но пробуйте обязательно нарисовать. Одна девушка у меня получилась грустная, другая немного повеселее. Но смысл дизайна один. Яркая девушка осень. Фото своих работ вы можете присылать в нашу группу Телеграм. Спасибо вам за просмотр этого видео. Подпишитесь на канал. Мы еще очень много будем рисовать. Всем здоровья, творческих успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok